Сегодня я присутствую у здания Верховного Суда Крыма вместе с своими соотечественниками, единобирцами. Причина моего нахождения здесь. Сегодня состоится заседание Апелляционного Суда. И приниматься будет решение по заявлению трех наших братьев. Мустафаева Сервера, Ибрагима Тимура и Салиева Сирана. Что хотелось бы сказать. Мы сегодня здесь находимся для того, чтобы поддержать ребят. Чтобы Джимат знал, что происходит. И чтобы мировая общественность знала, что происходит в Крыму. Что ребята на сегодняшний день, которые известны как в своем народе, там, где они живут. Как активные ребята, которые организовывали для детей праздники. Которые несли только благо, как своим соседям, так и с теми, с кем они работали, общались, учились и так далее. И, иншаллах, Аллах поможет, иншаллах, братьям. От них требуется терпение, а от нас требуется поддержка. На сегодня, 24 октября, назначено было судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов Сирана Салиева, Тимура Ибрагимова, Эдема Смаилова и Сервера Мустафаева На постановление Киевского районного суда города Симферополь от 8 августа 2018 года По продлению меры пресечения в отношении четверых обвиняемых Суд был назначен на 14.00, но, к сожалению, судья только что принял решение Перенести заседание на завтрашний день, на 25 октября Ввиду отсутствия адвоката одного из обвиняемых Это Сирера Мустафаева, который сейчас, в данный момент, находится в Ростове По представлению интересов другого обвиняемого Где сегодня также проходят судебные заседания Самое, конечно, в этом вопросе то, что с 8 августа по сегодняшний день Данные апелляционные жалобы не рассматривались И от того, что даже и сегодня рассмотрелась бы эта жалоба Она не представляет собой ровным счетом ничего Потому что в отношении этих граждан уже определена очередная мера пресечения И уже даже назначены дни апелляции на 26 октября Поэтому от того, что сегодня было бы принято Или завтра тоже будет заседание проводиться Пользы от этого решения никакой Ну и толку бессмысленное решение, грубо говоря Потому что мера пресечения уже продлена Следующим заседанием А предыдущее мера пресечения Как бы у нас вот в таком непонятном состоянии осталось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok